В 2017 году в Ненецком округе появятся экологические тропы для бюртвотчеров и новые природоохранные зоны. В преддверии Года экологии в России в Наринмаре прошла большая встреча. На круглом столе собрались представители окружной власти, Всемирного фонда защиты дикой природы, некоммерческих организаций и всех заинтересованных лиц. Участники встречи поделились планами мероприятий и обсудили совместные проекты. 5 января Владимир Путин подписал указ о проведении Года экологии в России в 2017 году. С этого времени регионы и профильные организации готовят проекты по сохранению экологического разнообразия. В Ненецком округе планируется большой спектр направлений работы – от создания новых природоохранных зон до очистки берега Печоры от старых судов. Заповедник Ненецкий готовится не только Году экологии, но и 20-летнему юбилею. Разработана программа конкурсов, выставок и акций, в которых активное участие примут жители округа. В новом году будет продолжена работа по развитию бюртвотчинга. В этом году специалисты из Норвегии побывали на территории заповедника и провели первые работы по проектированию и строительству наблюдательного пункта за птицами. 2017 год – это обустройство экологических троп на полуострове «Костяной нос» по проекту, выполненному специалистами декоцентра заповедника и экологической тропы у вольера сбора медведей в микрорайоне поселка «Падил». Строительство наблюдательных пунктов за птицами для первых почерок по проектам, выполненным в рамках международного сотрудничества. Представители Всемирного фонда защиты дикой природы проведут пространственное планирование в Печорском море. Это будет способствовать разрешению конфликтов между рыбаками и нефтегазовой отраслью, позволит расширить деятельность по сохранению биологического разнообразия. Ненецкий округ также войдет в число участников проекта, в том числе за счет некоммерческих организаций. У нас есть несколько организаций некоммерческих, которые работают в сфере охраны окружающей среды. К сожалению, активность пока данных организаций не такая большая, потому что, чтобы организовывать какие-то мероприятия, необходимо, мы прекрасно все понимаем, финансирование и прочее. Тем не менее, в качестве какой-то экспертной функции и в качестве общественного мнения они активно принимают участие. Работа волонтеров и общественных организаций уже выливается в конкретный результат. К примеру, Союз оленеводов и группа компаний «Май Арктик» несколько месяцев приводили в порядок маячный комплекс на острове Матвеев. Несколько групп волонтеров частично восстановили старый жилой дом и убрали мусор. Эксперт из Москвы Алексей Григорьев предлагает задействовать НКО в составлении рейтингов экологической ответственности топливных компаний. Подобные рейтинги заставляют недропользователей более ответственно относиться к экологической безопасности. Все компании оцениваются по трем разделам – экологический менеджмент, масштаб воздействия на окружающую среду и уровень открытости для общественности. Мы сейчас хотим предложить такой, опять же, пилотный проект по применению наших подходов к рейтингу уже на региональном уровне. И он состоит из двух направлений. Ну, на всем известно, знаете, кто лучше «Роснефть» и «Газпром». Но вам, в регионе, важнее понять, как в региональном уровне работают наши точки наших линков и как работают малые компании, которые у вас есть, которые вообще пока вне, так сказать, поля нашей линк, потому что они слишком малые для нас. Но у вас, в общем-то, активные недропользователи. Итогом круглого стола стала договоренность участников продолжить работу по совместным проектам. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».